17 сентября Беларусь впервые отметила новый государственный праздник – День Народного Единства. Он восходит к событиям 17 сентября 1939 года, когда Западная Беларусь и БССР были воссоединены в результате освободительной кампании Красной Армии, разделенной в 1921 году по результатам Рижского мирного договора. Предложения учредить данный праздник прозвучали в феврале текущего года на 6-м Всебелорусском Народном Собрании. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал решение о принятии нового праздника. Соответствующий указ об учреждении еще одного красного дня в календаре глава государства подписал 7 июня. Более того, государственная власть считает, что этот праздник достаточно близок к россиянам. В конечном итоге именно тогда образовался Советский Союз, который практически не изменится более полувека. Этот праздник служит напоминанием для тех, кто любит искажать или даже забывать об общей истории двух народов. По мнению белорусских властей, это подтверждает известную истину – сила в национальном единстве. В эти исторические дни правительство Советского Союза выступало с заявлением, поскольку государство и его правительство прекратили свое существование и в результате договора, заключенные между СССР и Польшей, утратили силу. Напомним, что во время встречи с журналистами, представителями общественностями и медийного сообщества 9 августа Александр Лукашенко рассказал, почему новый праздник он решил не объявлять выходным днем. По его словам, в Беларуси и так много праздничных выходных дней. Ни в одной другой стране столько нет. В итоге было принято решение оставить 17 сентября рабочим днем, но вопрос этот для президента остался открытым. Президент убежден, что день народного единства 17 сентября учрежден вполне справедливо, поэтому эту дату можно считать днем воссоединения белорусского народа. Тем не менее, у оппозиции совсем другое мнение. Представители противоположной точки зрения считают, что единение это не подровнять всех дубинками под единый стандарт, а научиться сосуществовать вместе ради общей цели. Прежде всего, ради своего государства. Оппозиционные представители отмечают, что главный шаг к примирению и уходу от конфронтации так и не сделан. Более того, не выполнено главное требование – политическая амнистия и прекращение репрессии против гражданского общества. Финальной частью стало заявление о том, что если десятки тысяч человек вынуждены бежать из страны, то это скорее разъединение. Если десятки тысяч прошли через тюрьмы или в них находятся – это чистки. Если в стране страшно высказывать свое несогласие, свою позицию – это нечто прямо противоположное примирению и единству. Продолжение следует...